Одна из главных игровых особенностей сталкера это война группировок. Чистое небо это родитель войны группировок и для меня до сих пор остается любимой частью, но в ней есть свои минусы и недочеты. За все годы модостроя было создано большое количество проектов по мотиву войны за господство в ЧЗО. Один из ярчайших проектов это Global War, где есть огромное количество локаций, оружия, группировок. А в последней версии туда были добавлены лидеры, за убийство которых есть достижения с получением одноразовой денежной выплаты. В этом видео разберемся сколько всего в модификации лидеров, как их убивать и что можно получить за убийство всех лидеров. Советую нажать на колокольчик, подписаться на канал, дабы не пропускать новое видео. Ставь лайк, оставляй свой комментарий и ты поможешь продвижению канала. Спасибо, всем приятного просмотра и здравого аппетита! Нам стоит начать из снаряги. Что самое подходящее для убийства лидеров? Это крупный калибр, в данный момент у меня КСВК и патроны 12-7-55. Это крайне мощная винтовка, но вы можете использовать и 9-39, 45-е, которыми стреляет даггер. Только нужно целиться четко в голову. И это происходит не моментально. АКСВК мочит с одного выстрела и можно не париться особо о том, куда именно попадать. У меня дохнут лидеры даже от выстрела в ногу с этой винтовки. Мы начинаем с предбайника. Военная база, это наша первая позиция. Мельник живет там, лидер СБУ. По соседству миротворец Капитан Прайс. Лидер сидит вон здесь. Не отмечается звездочкой. Вот, кстати, лидер миротворцев. Можно увидеть на карте, только находясь на одной локации с лидером. Это был лидер группировки СБУ. Мы получаем денежку. За мной можно увидеть выплату. Это мы получаем за убийство первого лидера. Вот такие пироги. Мне кажется, надо было с самого начала видео себя впаять. Но, в общем, у нас есть теперь достижения. Я продолжать эту битву не стану. Уйду сейчас к миротворцам. Нужно как-то убегать. Пигня. Первая кровь. Бонус от достижения. Моментальная одноразовая выплата. В размере 10 тысяч рублей. Интересно выглядит достижение. Именно изображение. 10к получено. Это первый лидер. Еще 29. В этом моде именно 29 лидеров группировок, считая и моего лидера. Я состою в группировке ученые. Даже его придется замочить, похоже. Хотя, а может и нет, кстати. Логично думать, что придется всех убить. Оно как. Да. Убийство всех лидеров. Сыграем сейчас роль ворошиловского стрелка. Я даже на базу заходить не буду. Постараемся отсюда выцепить миротворца капитана Прайса. Вот он. Здорово. Есть. Ребятушки, второй лидер пошел. И мы перемещаемся на следующую локацию. Следующая это испытательный полигон. Погнали. Майор Смирнов находится на локации испытательный полигон. Он засел на базе ВГР. Сейчас мы его найдем. Они, кстати, мне дружелюбны, так что я могу особо не прятаться. Просто подбежать, замочить и убежать. Ой, сколько же он мне нервов потрепал в свое время. Кажется, это он. Да, уходим, уходим. Уходим, мать твою. Смирнов мертв. Больше делать тут нечего. Перемещаемся на болото. На болотах находятся два лидера. Там есть холод на базе чистого неба. И на мехдворе Крюк, лидер ренегатов. У Крюка, кстати, очень убойная снаряга. Даггер. Я иду на базу чистого неба. Ну, я к ним нейтрален, кстати. Возле бара находится. Не в самом баре теперь он. Бармен теперь другой. Вот он сидит, костер разводит. Достойная замена Лебедеву после смерти на части чистое неба. Лидер группировки чистое неба. Холод мертв. Это был четвертый лидер. Идем к пятому. Ну, здесь, судя по всему, придется кого-то пострелять. Кроме нашего лидера. Я даже мог бы показать, как убивается лидер, например, валом. 939 патронами посравнивать. Чтобы понимали, насколько убойная эта пушка. А то один выстрел и мертв. Кто впервые в этом моде, кто смотрит видео, не поиграв в глобальную войну ни разу. Скорее всего, не понимает, насколько бессмертны эти лидеры кажутся. Сейчас вот давайте у этого чувака заберем оружие. И попытаемся убить крюка. Босса мне дайте, епт. Вот, собственно говоря, крюк. Я в него вообще не попал. Ладно. Он постоянно хилится. Я у него сейчас отобрал пару хп. Как только я доведу его значение до середины, он опять отхилится. Я буду тратить патроны 5.45, пока мой ствол не сломается. Некоторые говорят, что будто бы лидеры бессмертные. Нет, ребят. Просто надо калибр соответствующий. Лидеры мощные, ребята. Но. Когда мы используем КСВК, то на всех насрать получаем достижение Головорез и денежную выплату. Неплохая награда. Это уже пятый лидер. Головорез. Гибель вражеских лидеров это закономерность. И этой закономерностью являетесь вы. Теперь каждый понимает серьезность ваших. Ёб твою. Теперь каждый понимает серьезность ваших намерений и упорство. С которым вы будете расшвыривать своих врагов. Далее. По списку у нас Кордон. И отец Валериан, находящийся на базе нейтралов. Топовая реклама. Возможно, Валериана получится снять именно с этой позиции. Он сидит в домике. Вот где-то там. А Кордон здесь прекраснейший, товарищи. Может, я с окна его вырублю. Подсунь голову. Иногда срабатывают гранаты. Прям туда. Прям в окно. Все, его больше нет. Просто одна пуля. Те, кто говорит, что они бессмертны. Ребятушки, посмотрите этот ролик, пожалуйста. Любое прохождение, в котором я играю в глобальную войну. Это очень просто. Только одна пуля. Но, кстати, вот эти патроны очень редкие. Они продаются обычно по штук 20-40 попадаются изредка. Придется помучиться, чтобы накопить такое. Далее, забытый лес. Там находится лидер темных сталкеров. Карлик. Это очень темные существа. Они корешуют с мутантами. Смесь людей и мутантов. Кто этот чувак, который... Я вот задался вопросом. А с чего все началось? Кто шпехнул мутанта все-таки? Карлик, наверное. Рано или поздно, думаю, нам может встретиться лидер, который не помрет от этой пули. Которого придется валить намного дольше. Делайте ставки, кто это. И вообще, есть ли вообще такой чел. Я не всех лидеров уничтожал. Я это делаю впервые. И для меня это самого очень интересно. Ну, тут я бы не заходил на саму базу. А со склона их перевалил бы всех. А вообще, мне достаточно одного. Признаюсь, это все на самом деле намного тяжелее, чем в том виде, как я это делаю. О, видали, двоих снес. Тяжелее на самом деле справляться с такими полчищами, с лидерами. Когда ты проходишь на мастере, это действительно тяжко. Лидеры оснащены в основном самым жестким оружием. Тут ПКМ вроде был, но он не выпадает, к сожалению. Как видим, Карлик мертв. Это и правда он. Темный сталкер-легенда. Карлик. Вот типочек, конечно. Ну, кстати, он тоже мутант вроде как. Мутанта-человек, так что не он причастен к слиянию мутантов и людей. Я думаю, его предки-извращенцы были. А теперь мы перемещаемся в темную долину. Там засел мутный, а лидер черных слизней. Шутер, пацаны! Наши хвалят! Так, это мы на территории темной долины. Нахрен мне это не надо, мне на другую базу. Находимся мы на территории темной долины. База над лабораторией Х-18. Где-то здесь засел лидер ренегатов. Ой, не ренегатов, черных слизней. Мертвый. Мутный мертвый. Мутный теперь мертвый. Просто мертвый. Дальше у нас Султан и Депо. Здесь намного приятнее, чем в темной долине. Султан где-то здесь. Вражеские группировки не отображают своего лидера. Так как я ученый, бандиты для меня враги. Так что придется еще как-то поискать этого чела. Не видно его сразу. Че? А вот и Султаныч. Я думаю, что это за человек, который не умер от гранаты. В глобальной войне от гранаты не умереть. Надо быть супер бронированным чуваком. Мы очень близки уже к следующему достижению. Еще два лидера находятся на агропроме. Это лидер военсталов. Здесь у меня отключена группировка поиск. Версия 03. Без аддонов. Так-так. Это не он. Военстал и камни дружелюбные. Так как я не трал. Очень знакомые персонажи, кстати. Модельки. Из Зова Припяти. Где-то здесь Дегтярев. Прячется. Вы получили достижение киллер. 50 тысяч награда. Топовая награда. Оба-на. Наверное, вы сейчас задаетесь вопросом, почему я не умираю. Это все кевларовые пластины. Четыре штуки. Для бессмертия недостаточно. Пятую. Уже точно бессмертный. По соседству есть еще одна база. Там находится лидер военных. Те самые военные из оригинала Сталкера. И это генерал Соловьев. Так и стойте. В даре как могу. Вот так-то. Два сразу. Теперь нам нужно переместиться севернее. А севернее находится гнилой мертвец в лаборатории Х-16. Это крайне неприятное место. Здесь много недружелюбно настроенных существ. Так, а пока что не видно их лидера. Опять двоих сразу. Вот, кстати, он. Здорово. Гнилой мертвец помер. У него РПК в распоряжении. Но, опять же, мы не можем их снаряду поднимать. Она пропадает, как только же мы убиваем лидера. К сожалению. Но можно представить, будто бы ты подобрал оружие. Просто берешь и спаунишь то, что ты видел у лидера. Таким образом мы можем исправить данный баг. Следующий. Это лидер долга. Ходят слухи, что этот самый лидер долга. Это основатель группировки. Тот, кто впервые возглавил долг. Это генерал Таченко. Бывший военный. Он находится там, где Воронин обычно в ТЧ. Ага, стойте. Он сверху? Он в ангаре стоит. Не в бункере. И даже больше. Он не стоит, он сидит. Почти что лежит. Генерал Таченко. Собственной персоной. Легендарная личность в Чернобыльской зоне отчуждения. Естественно, долговцы просто так это не оставят. Мы находимся на поляне. Это следующая локация. Со следующей нашей жертвой. Здесь в Варяге. Это новая группировка. Соответственно, новый лидер. Это Бронислав. Обладающий самой топовой снарягой в игре. А именно экзоскерет Бронислава. Именная снаряга. Топовый персонаж, раз уж заслужил носить именную снарягу. У этого чела не только мощный экзоскерет, а и пулемет. Это М60. У меня скоро закончатся патроны, кстати. Надо бы экономить. Один выстрел. Со второго выстрела только помирает. Видно, что этот персонаж немного сильнее, чем остальные. И это претендент на место самого сильного лидера. Теперь переместимся же на базу свободы. На главной базе армейских складов находится Лукаш. Куда-то он побежал. Он обычно сидит где-то возле этой точки. Лагерь между бараками. Он чувствует, скорее всего, что его ждет. Немного отошел в сторону. Это он. Нет, это не он. Итак, с одной пули в спину он умирает. Это уже не Пронеслав. Чувак явно послабее будет. По-моему, скоро 20. 20 лидеров и новые достижения. Переместимся-ка в мертвый город. Там следующий противник. Это воистину мертвый город. Город-призрак. Здесь осели наемники. И лидеры наемников. Это стрёмный персонаж, на самом деле. Если хочешь поговорить, так пушку опусти и подходи. Выстрел не в голову даже. Выстрел в туловище и он мертв. С чего уж говорить про его партнеров. На этой же локации, но немного севернее, находится лидер последнего дня. Точка северной КПП. Последний день. Это бывшие члены Чистого Неба. И кажется, это он. Выстрел в туловище и чел мертв. Очередная цель выполнена. Достижения все еще нет. Я не считаю, сколько я убиваю. Я просто выполняю свою задачу. Немного левее. На отдаленных территориях находится вокзал. Там осели фантомы. Их лидер это Эхо. Эхо довольно интересное имя, да? К чему Эхо? Что-то, как и фантомы. К чему нельзя прикоснуться. Эхо. Выходите, блин. Ребятушки. Чего засели? Я не знаю, у чувака Абакан. А у меня снесло ХП. Странно. Где-то здесь есть Эхо. Честно говоря, я даже не помню, как он выглядит. Возможно, это он. Да, это Эхо. И поглядите-ка, он не умер с одного удара. Совпадение? Или случайность какая-то? Следующая локация по плану. Это Рыжий лес. И лидер охотников, находящийся в казармах в шахте. Видео про лидеров. Кстати, можете посмотреть по ссылке в описании. Или вверху экрана, может, я не забуду оставить. Я когда-то делал видео про лидеров. Я сказал, что лидер охотников находится в лесной чаще. Но я немного ошибся. Вот это лесная чаща. Да, там есть у них и базы какие-то. Но их лидер находится в Рыжий лесу. Не подверг от их еще одной локации под названием Старая деревня. Обычно здесь обитает Дэн. Да, он мне друг. Охотники для ученых. Друзья. Извини. Ой, как же он отлетел. Отлетел, как никто другой кажется. У него был СВД и плащ. Это даже не экзоплащ. Хотя, кто знает, может и экзоплащ. Выглядит как обычный плащ. Но по факту бывает, что и экзоплащ. В общем, устранен. И теперь апокалипсис. Только посмотрите на эту нашивку. На ярлык апокалипсиса. В версии 03 новая группировка. А это видоизменение их нашивки. У них и даггер есть. Ты кто? Йозеф Крамер. Получено 100 тысяч рублей. Вы получили достижение палач. Ребятушки, это измененная версия апокалипсиса. Приговор приведен в исполнение. Лишь немногие смогли избежать своего наказания. Но для настоящего палача это может означать лишь одно. Казнь продолжается. Это еще не конец. 20 лидеров. Еще 10. Давайте сначала сходим к ветру. Это Лиманск. За горизонтная РЛС дуга. И здесь находится вечный лидер ветра. Все. Я даже особо не целился, как вы видели. Лидер ветра вечный уничтожен. Ладно, все. Хватит просирать патроны. Следующие террористы. Госпиталь. Красивый костюм, блин. Тут какие-то лысые мужики ходят. Это террористы. Черный сентябрь. Запрещенная организация по всему миру. Нельзя с ними связываться. Аллах Акбар. Что там по костюму есть еще? Ого. Все еще костюм имеется. Стояние порядочном. Блин, ну и где? Кончиться можно. Ты где? Вот он, кстати. Видали? Все-таки две пули нужно для того, чтобы убить этого лидера. Мрак помер. Мрак его имя. Мрак погрузился в мрак. Мы все ближе к получению последнего достижения. Марк Сноуден. Какой-то программист в реальной жизни. Хакер. О, видели? Опять два. Снес за один выстрел. Он находится на генераторах. Обычно где-то возле заброшенной подстанции. Ни хрен пойми, где он. Это не он. Разговаривают они, кстати, на украинском. Блин, где? Лидеры не всегда появляются. Потому с помощью спаунера можно эту проблему легко исправить. Очень круто, что разработчики позаботились о удобном дебаг-моде, который открыт для всех желающих. Марк Сноуден был убит. Исследователи. Тут неподалеку военная база, где находится один из самых грозных врагов. Это лидер осознания. Представитель сознания. Так называется персонаж. Да. Это первый лидер, который меня замаслил. Шарите, насколько он мощный? Да ну нафиг. Я выпрыгну куда-то. Главное убежать от этой мрази. Он очень мощный. Стремно. Сколько же пули для него понадобится. Тут любой персонаж может убить. У них гаусс пушки. Даже четыре кевларки пятого уровня слабо помогают. Еще реально немного. Так, один выстрел. Второй выстрел. Третий. Только с третьего он убивается. Блин. Двигает Баранислава на второе место. На первом месте представитель осознания. Мрак. Омер с двух выстрелов тоже, кстати. Третье место Мрак. А мы перемещаемся на центральную Припять. К единственному лидеру из всех модификаций, из всех частей сталкера. Только Харон. И только Монолит. За Монолит. Я постараюсь сильно не тратить патроны. Зачем патроны, если есть нож? И так твое оружие точно не выбьет. А вот и Харон. Если его бить ножом, то он будет бессмертен. Есть такой факт. А вот и смерть, кстати. Это второй лидер, который меня убил. Один выстрел. Он живет. Это его дружок. Твою мать. Вот это жестко. Вот это конкуренция. Хватит играться. Ну ё-моё, ну серьёзно. Бать, а где? Один удар. Вот это вызов. Можно было бы его вообще напоследок оставить. Так, ну тут я его убил. Наверное, в голову попал. Слава тебе, господи. Харон мёртв. Выдыхаем. На Восточную Припять теперь Великие Ханы. Палач. Великие Ханы взяты из игры Fallout. Где ваш босс? Он обычно на входе стоит. Сейчас я его тут не вижу. Где он? Опять же, не все лидеры присутствуют на точках. Иногда их нет. Связано с чем? Неизвестно. Может это баг такой. А может он просто гуляет. Это тот самый палач. Две пули выдержал уже. И он ложится. Получится ли его добить ножом? Это прикол. Вот это прикол. Так я его в плен могу взять. И все, он встал. Готов был сдаваться уже. А потом встал. И сколько в сумме? Четыре или пять пуль понадобилось? Палач жёсткий. На второе место ставим чувака. В общем топ этот совсем неоднозначный. В некоторых лидеров я стрелял сразу в голову в начале. Может быть тот же лидер чистого неба или крюк. Жили бы дольше, если бы я не в голову им стрелял. Так что да, наверное глупо делать какой-то топ из этого. Мы убили очередного лидера. Великий хан. Мёртв. А интересно, если бы я подошёл к нему, когда он сдавался. А что бы он сказал? Теперь мы перемещаемся на адскую инквизицию. Инквизитор. По-моему ещё пара лидеров осталась. У инквизитора очень мощная снаряга. Это всё мелочь. Опа. На кого-то я нарывался. Да, это инквизитор. А чё с ним? Чё он так странно ходит? Чё это было? В моём прохождении я здесь мучился очень долго. И причём я с этой винтовкой же ходил. Он дохнет с одной пули. Я стрелял из этого же оружия, но... Серьёзно, даже миниган с него выпадает. Не часто встретишь, обычно их оружие пропадает. А тут оно есть. Видать, здесь не распространяется баг. Инквизитор готов. Я думал, больше времени потрачу на него. По-моему, осталось всего два лидера. Топор и лидер учёных. То есть мой лидер, я же учёный. Моя группировка учёные. Погнали сначала к топору, а потом уже к учёным. Хочу. Как вижу, они мне нейтральны. Тут есть некоторые укрытия. Возможно, он здесь. Он сидит в подземке возле путепровода на заводе Юпитера. Минус лысый. Так, ребятки. Ребятушки. Последний лидер, это лидер учёных. Я не помню, как его зовут. Просто переместимся туда. Уже очень сильно потемнело. Но мне не помешает найти лидера. Мне кажется, это он экзоскелитчик-учёный. Бондарь. Опача. 300 тысяч. Вы получили достижение богач. Это последнее. Стойте. Богач. Есть бизнесмен, который мы получаем при торговле, когда мы много чего продаём. И есть богач. 29? Серьёзно? Да не, не может быть. Уточню один момент. У меня здесь ещё 3 лидера живы. Так как я их тупо не нашёл. Некоторые лидеры остались в списке. Про ворона я забыл. Можно было бы его и не уничтожать. Йозеф Крамер. Он где-то скрывался. Я его не нашёл на базе. Потому заспаунил его двойника. Между ними вообще никакой разницы. Далее. Дэн. Дэна тоже не было в Рыжем Лесу. Возможно, у них какой-то рандомный спаун. И могут появляться в разных локациях. Как, например, у меня было с лидером Варяг Брониславом. Он у меня заспаунился раз на поляне. Потом на стройплощадке. Но суть в чём? Мы получили первое достижение. Получили 10 тысяч рублей. Второе достижение получается за 5 лидеров. Получаем 25 тысяч рублей. Третье достижение за 10 лидеров. 50 тысяч рублей. Четвёртое достижение. Это уже Палач. 20 лидеров. 100 тысяч рублей. И пятое. Можно не убивать своего лидера. Модификация продумана на то, что своего лидера нельзя убивать. Ну, как бы он свой лидер. Ваше появление на пороге любой группировки. Начало конца. Вы неукротимый дух. Неостановимый. Несокрушимый. 300 тысяч рублей. Это, конечно же, не стоимость даггера. Но на эту сумму можно купить огромную армию. Ну и много чего. В общем, ребятушки. Это достижение за убийство всех лидеров. А в сумме, кстати, мы получаем 485 тысяч. Возможно, оно того и не стоит. Нужно перелопатить всю зоду. Уничтожить множество врагов. И да, ситуация не из лёгких. Что ж, сегодня мы перемочили лидеров. За исключением одного. Это был Ворон. Мы его не тронули. Но за 30 лидеров ничего и не получим. Именно 29 это порог. С вами был Рудич. Ребятки, ставь лайк, подписывайся на канал. И нажимай на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Подписывайся на телегу, чтобы тоже ничего интересного не пропустить. И быть в курсе всего. Пока и удачной охоты, сталкер.